Друзья, привет! Это канал Brickstar, наконец-то обзор эксклюзива. Давно здесь ничего не выходило, может кто-то соскучился, ну, вдруг такие найдутся. Это книжный магазин набора серии Creator Expert. Довольно дорогой, сейчас за него просят 14 тысяч, 2504 детали в нем. Ну, в общем, это типичный представитель наборов из серии Городской квартал. Я являюсь фанатом этой серии, многие наборы у меня имеются, и, ну да, надеюсь, этот сможет меня как-то впечатлить. Он у меня уже в коллекции давно, но как-то руки до него не дошли снять, сейчас дошли. Раз сюда попали, подписывайтесь на эксклюзивные наборы, на канал Warlord подписывайтесь, если хотите, видео с новинками Лего, с новостями и так далее. Также напоминаю, что постоянно в моем личном инстаграм Den Warlord, ссылка в описании, проходят розыгрыши отличных, дорогих, крутых наборов. После просмотра все подпишитесь, потому что будете в курсе новостей канала. И новые ролики, и какие-то новости, может, касательно выхода этих роликов, все там первые узнают об этом. Я думаю, это полезная информация. Что ж, а мы начинаем смотреть на этот набор. Надеюсь, не разочарует. Что ж, набор состоит из двух частей. Книжный магазин слева, и справа уже, ну, что-то типа жилого пространства. Ну, как в зоомагазине, там был зоомагазин, а остальную часть пространства занимала что-то другое. Ну, как в офисе детектива, там вообще много всего. Начнем с фигурок, они уже, видите, расставлены. Фигуркам я не особое время уделяю в Creator Expert. Раньше они были вообще с одинаковыми лицами. Ну, такой, знаете, ну, стандартная старая Лего фигурка. Сейчас уже изменились. Вот пожилой мужчина здесь есть, девушка. Здесь хочется подчеркнуть две эмоции. Это хорошая прическа. Ну, на самом деле, такая прическа нечасто встречается. У пожилого мужчины одна эмоция. Дальше идет вот такой ребенок с двумя эмоциями. Ну, тут шарф необычный. Потому что, ну, шарфы всегда неприкольные и нечасто в таком цвете. Шапка тоже в лазурном цвете нормальная. Так, мужчина с книжкой. Моби Брик. Это принт. Это принт, хорошая деталь, честно говоря. Once Upon a Time это тоже принт внутри находится. Ну, а здесь две эмоции у него и цветок есть тоже. Еще одна фигурка женщины. У нее две эмоции. Тут хочется подчеркнуть неплохую одежду. Вот этот кардиган на пуговицах, он нормально выглядит. Что ж, по фигуркам все теперь интересно. Если вы уже не выключили видео от скукоты. Потому что, блин, ну, лично мне неинтересны фигурки в Creator Expert. Их никто не покупает, эти наборы, ради фигурок. Береза. Странный выбор. Но, тем не менее, берез я не помню в Creator Expert. Это интересная конструкция в плане того, что здесь эти прорези с черным цветом техник. Они актуальны. И подчеркивают структуру дерева. Сама листва. Это осень у нас. Что мы видим? Листва падает. Здесь гнездо с голубой птицей. Здесь самолет, который запускал ребенок. Чуть-чуть можно, кстати говоря, изменить, ну, конструкцию ветвей. То есть, можно их как-то поменять. Это неплохо. Далее посмотрим на саму улицу. То есть, что здесь есть? Как всегда, это гладкие детали. Интересная мозаичная конструкция здесь. Слева это потому, что книжный магазин. Что-то у нас тоже лежит. Какие-то полочки с книгами. Еще принт One, Sappono, Time. Тут двигаемся пробее. Увидим лестницу в дом под номером 107. Также белый фонарь. Ну, частенько встречается в этих наборах. И также есть небольшая клумба. Хорошее строение улицы. Далее. Слева дом, он повыше. И по конструкции, по детализации, мне, наверное, нравится чуть больше. Не знаю, почему. Но как-то я больше люблю трехэтажные дома в этой серии. Потому что, ну, люблю, когда дома повыше, чтобы они лучше друг с другом смотрелись. Мне нравится цветовая гамма. Мне нравится детализация. Например, здесь реализован, типа, каменный подоконник. Также детали, ну, реализующие что-то типа колонн. Потому что, ну, дом в таком классическом стиле исполнен. Здесь две принтованных детали. Это тоже плюс. Название книжного магазина. Это вот Хагрид с таким фонариком в Гарри Поттере ходит. Тут арочная конструкция. Неплохая. Прозрачно-зеленые элементы. Поднимемся чуть выше и пойдет уже приколюха. Такая, видите, такой вот у нас с вами обтекаемый, прикольный, ну, да, элемент. В архитектуре, конечно, все эти термины существуют. То есть, как это все называется, ну, да, изгибы. Но научным словом, я думаю, кто-то напишет, если разбирается. Дальше дом справа. Он уже в таком ярком-ярком бирюзовом цвете. Он двухэтажный. Здесь имеется такое большое окно. Цветовая гамма дополнена белым, что очень классно. И также дополнена темно-синим. Черепица на втором этаже вообще отдельная тема. Мне она прям нравится. Эти домики друг с другом на удивление играют, хоть они совсем разные. Цветовая гамма тоже спокойная, а потом такая яркая, бушующая. Здесь труба. Из интересного хочется подчеркнуть скошенную форму крыши. Ну, и также здесь, конечно же, эту форму полукруга хочется тоже ее отметить. Ну, и 107, что это такой треугольник над дверью. Это тоже мне почему-то понравилось. Функция. Эти домики у нас разделяются. Как и в своем магазине, набор состоит из двух конструкций, которые собирались поочередно. И по сборке мне набор показался довольно быстрым. Смотрим на дом сзади. Здесь, как всегда, экономят на всем абсолютно. Как всегда, нулевая проработка. То есть, у нас всегда будут такие пины. Здесь уже, ну, знаете, задний вход. Странная такая дверь. Лет 15 назад собирал набор. Там были такие же двери, такие же окна. Ну, вот, здесь что-то типа места для отдыха очень неплохого. Тут стол, два стула и прекрасный вид на задний двор. Ну, хотя бы как в случае там что-ли с рестораном, там сзади нет мусорного бака. Иначе вид был бы совсем роскошный. Ну, и с другой стороны, другой дом. Как он смотрится? Эксклюзив, ребят. Они сделали хотя бы грядку. Ну, здесь тыква растет. Здесь лестница. Это вход в подвал. Вот, тут дверь есть. Что у нас в подвале? Ничего интересного. Пока что, по крайней мере. Ну, и также это выход с спальни на балкон. Да, и тут есть цветы. Итак, теперь мы заглядываем внутрь. Начнем с книжного магазина. Как сюда заглянуть? Как обычно. Раз, все, проникли. Смотрим внутрь. Что чаще всего происходит в Creator Expert? Красиво делают первые этажи и забивают на все остальные. Как мы это все с вами любим. Здесь очень красиво. Мне нравится, как сделан пол. Я не знаю, это паркетная доска, совмещенная с еще чем-то. Золотые детальки здесь использованы. Они не часто встречаются. Два на один. Здорово, что они здесь есть. Зеленый цвет. Очень выигрышно здесь смотрится. Имеется лестница. Мы можем попасть на, ну, такой, половинку этажа, и потом уже на второй, собственно. Мы сейчас это не делаем, потому что мы смотрим на кассовый аппарат, который находится внутри. Он тоже здесь есть. Так-то, если разобраться, я сейчас вам покажу. Мы с вами заглянем в дверь. Там вдалеке видите книжную полку. Ну, внутри есть еще одна книжная полка. Она с другой стороны, сбоку. Вот. Они все мало чем отличаются. Книжный шкафчик. Вот. Аккуратный. Много разных цветов. Слегка напоминает обложки книг. Второй этаж – это все та же лестница, которая уже ведет, ну, в помещение, где проживает работник магазина. Я так полагаю, потому что, ну, иначе почему бы с магазина к нему в комнату можно было бы попасть. Здесь кресло, полагаю, с черной кожей. Также есть круглый ковер. Можно заметить прикольный торшер. Старинные часы. То есть, ну, что-то в стиле классическом, знаете, в этом наборе присутствует. Это на первом этаже магазин в стиле старинной библиотеки. Эти часы напольные. Тоже классика. Коврик, ну, коврик чуть-чуть не в тему, мне кажется. Ну, и так, в принципе, тут хромает детализация. Но лестница, да, хорошая. С помощью лестницы мы попадаем на третий этаж. Где? Ну, давайте лучше так посмотрим. Оп. Видите, как мы прикольно заглянули? То есть, вот эта у нас часть снимается. И мы попадаем на третий этаж. Здесь хамелеон интересный. Я надеюсь, он эксклюзивный. Я помню, хамелеоны вроде были, но не в таком цвете. Расцветка у него достойная. Кровать в стиле хамелеона. Такого же цвета, как и наш следующий дом, на который мы сейчас будем смотреть. Ну, и помимо нее, к сожалению, нет никаких попыток воссоздать ковер. Ну, что? По итогу домик неплох внутри, но только библиотека. Дальше уже, знаете, пошло вот это вот. Типа, сами дополните, ребят, сделайте. Потому что, ну, тут все будет серым. Тут одна кровать и так далее. Но это на самом деле во всех наборах Creator Expert. Даже в улице больше, чем за 20 тысяч. Обзор на этом же канале. В этом доме есть лестница. Поэтому мы сразу с вами поднимаемся, ну, на первый этаж. Но внутри есть цоканье. Как туда попасть? Снимаем и попадаем на первый этаж. Так, здесь сервант, я так полагаю. Он сделан хорошо. Также столик с двумя стульями. Здесь камин. Камин хороший. Камин хороший, слегка плосковат, но мне кажется, его неплохо вписали. Также есть кресло, чтобы посидеть с видом на улицу. Вечером, наверное, уютно. Зимой особенно. Газета Print. Мне понравилось, как реализовали прихожую, потому что есть что-то типа вешалок. Для зонтика, для шляпы. Ну, здесь идет лестница и также идет дверь, чтобы... Ну, знаете, я, конечно, могу сделать и так, но, честно говоря, меня слегка напрягает, что ее так тяжело открыть. Внутри есть, да, что-то типа подвала. Либо цокольного этажа. Пока что это выглядит как подвал, где в последний раз люди были в прошлом веке. Потому что, ну, мышеловка, да, стоит, но так-то просто, как в Майнкрафте, когда новички дом строят, знаете, У них вместо какой-то попытки реализовать, знаете, пол будет зеленая. Ну, как землянка, знаете, тут то же самое. Да, лестница есть. Лестница неплохая. Есть место для мешка. Это что-то типа такого, ну, столика. Ну, в принципе, это пока что вот вообще. Как будто готовили набор для того, чтобы его детализировать. Но дело до детализации, извините, не дошло. Поэтому эту часть мы с вами особо не смотрим. Все поняли? Если вдруг будет набор, конечно, по-хорошему, блин, дорабатывать. Слушайте, вообще. Так, здесь что? Тут второй этаж. Он у нас двойной. Но здесь, поскольку ничего нет, там мы помним, был балкон. Здесь огромная кровать. По факту, да, она небольшая. Здесь два человека с трудом вместятся, но на фоне той, извините, это полкомнаты. Комод есть. И также картина с, наверное, золотым мостом. О, золотые ворота. Скорее всего, это он, да. А на самом комоде можно отметить лампу золотистого цвета. И также горшок серенького цвета с каким-то цветком. Честно говоря, в плане, ну, детализации домики примерно равны. То есть, что тут косячили, что там косячили. Внешне я сказал мое предпочтение, но так, я считаю, что оба дома могли бы легко дополнить улицу. Потому что они прям, ну, как бы, блин, это одна серия, они для нее и созданы. Хочется сказать, что набор, конечно, неплохо, он достойный представитель этой серии, мне кажется. Но он определенно не лучший. То есть, как и зоомагазин в свое время, я его собрал, подумал, ну, хороший, но, блин, больше как дополняемый, знаете. Выходили крутые наборы, Дайнер, Детективное агентство, очень хороший был. Ну, площадь, она без конкурентов. И хочется сказать, что те наборы, они были какие-то более фундаментальные. Если прям приперло купить Крейтор Эксперт, дорогой, то сейчас не особо много продают. Площадь дороже, это, ну, сами слышали цену. Решайте, поддерживайте канал, подписывайтесь, всем удачи, всем пока.